Кинокомпания «Гамонт» представляет Фильм Люка Бессона В фильме снимались Жан Рено, Гэри Олдман, Натали Портман, Дэнни Айелла, Леон. В фильме также снимались Питер Аппель, Майкл Бодалука, Эллен Грин, Фрэнк Сингер и другие. Композитор Риксера Автор сценария и режиссер Люк Бессон «Добро пожаловать в Малую Италию» Ну, Леон, как дела? Бенни, хорошо Ладно Перейдем к делу Этот жирный ублюдок хочет вытеснить Маурицию из дела Ты знаешь Маурицию? Он разумный человек Он просто хотел переговорить Ну, этот тип, он даже от разговоров отказывается А может быть, он тебя послушает Он в город приезжает каждый вторник Ты свободен во вторник? Да, я свободен во вторник Рад снова видеть вас, мистер Джонс Помните, у вас есть полчаса У вас есть один час Да, что? Это Тонто Я внизу Здесь один тип хочет поговорить с тобой Какой у него вид? Серьезный Скажи ему, что я поднимаюсь Он поднимается Кто-то поднимается Кто-то серьезный Микки, смотри, Боба У нас гости У нас гости Ну Стой, стой Тонто Скажи водителю, чтобы нас ждал в зале И быстро КОНЕЦ КОНЕЦ Миленький, в чем дела? Не волнуйся, малютка Все клево Сдремни-ка О, боже мой Идиоты Они заблокировали оба выхода Проверь террасу КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Служба спасения. Мне нужна помощь. Меня пытаются убить. Пожалуйста, не вешайте трубку. Сейчас, секундочку. Я вас соединю с дежурным офицером. Хорошо. Детектив Джефферсон, чем я могу вам помочь? Я перезвоню. Спокойно, парень. У меня там в чемоданах половина Боливии. Все чисто. Сто процентов. Позвони по этому номеру. Мы потом поговорим. Ладно, милый? Пока. Слушаю. Это Маурицио. Помнишь меня? Я смотрю, ты снова вернулся в город. Да, то есть нет. Только на один день. На сегодня. Значит, можно сказать, что сегодня твой последний день в городе. Мы никогда больше не увидим твою жирную, мерзкую рожу. Да, совершенно верно. Дай мне поговорить с нашим общим другом. Он хочет поговорить с вами. Да. Сделай так, чтобы он понял, и отпусти его. Ты понял? Ну, так скажи тогда. Я понял. Хорошо. Господи Божий. Эй, дружок, как всегда, два пакета молока, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Привет. Ты почему спрятала сигарету? В этом здании полно крыс. Я не хочу, чтобы мой отец узнал о том, что я курю. У меня и так полно проблем. Что случилось? Упала с велосипеда. Не говори моему отцу про сигарету, ладно? Ты подумай, подумай ещё раз, куда ты мог деть товар. Не понимаю, о чём ты говоришь. Я всего лишь храню пакеты, вот и всё. Я не лезу внутрь. Меня это не касается. Я их не трогаю. Даже не разворачиваю, вот и всё, честно. Послушай меня. В июне мы оставили тебе товар. Сто процентной чистоты. Сейчас в июле мы забрали, взвесили, а его чистота 90%. Между июнем и июлем исчезло 10%. Да я не знаю, меня это не касается. Я его только прячу и храню, и это всё, что я знаю. Я тебе пытаюсь помочь, понимаешь? Если ты будешь таким упрямым, мне придётся его побеспокоить. А когда он слушает свою музыку, он ненавидит, если его беспокоят. Я правду говорю. Я надеюсь. Потому что у него есть талант. Он нюхом враньё чувствует. Смотреть просто страшно на него. Это у него как шестое чувство. Ну как, ты сменишь мелодию? Или мне вытаскивать его из мелодии? Я говорю правду. Ладно. Стэн? Стэн, прости. Он говорит, что даже не трогал наркотик. О. 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 КОНЕШЬ . О. 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 НО. О. Только окажи мне услугу. Уясни, кто это сделал к завтрашнему дню. К полудню. Малки, подожди. Я не разбавлял ничего. Не трогал ваше дерьмо. А ты тут что делаешь? Иди домой, делай уроки. Я сделала. Да? Тогда иди помоги сестре. Она убирает по дому, черт возьми. И кончай курить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вышла. Если переключишь мне программу, я тебе по голове настучу. Ой, прости, милый. Доброе утро. Привет, дорогой. Милая, сделай потише, у мамы голова болит. Она смотрит уже в моё время. Она будет свои мультики дурацкие смотреть. Лучше бы задница пошевелила. Здесь не у меня жирная задница. Кстати, тот, кто сидит целый день и смотрит мультики, лучше бы пошёл и еды купил. Попробуй ещё раз такое сказать. Марджи, я допустил ошибочку. Но это же не в первый раз, дорогой, ведь правда? Да. Но ты что-нибудь придумаешь, как всегда. Кажется, на этот раз я зашёл слишком далеко. Ты сейчас далеко заходишь, я опоздаю на работу. Может, сегодня поработаешь дома немножко, а? Чёрт! Она меня сейчас ударит! Папа, она… Чёрт! Да закрой ты дверь, чёрт возьми! Сука хренова! Кто-нибудь может подойти? Я занята. Слушай, это Маргарит МакАлистер. Я завод школы спонсоров в Нью-Джерси. Мистер или миссис Ландо сейчас дома? Да, это миссис Ландо. Миссис Ландо, когда ваш муж записывал Матильду в нашу школу, он рассказал о её проблемах. Мы горды тем, что даём нашим ученикам возможность привыкнуть к жизни в социуме, но только в том случае, если они посещают занятия. Однако уже 15 дней Матильда не посещает занятия без уважительной причины. её отец заплатил за обучение за год вперёд, но согласно нашим правилам, статья 20-й устава, в случае отсутствия безуважительной причины, деньги будут потеряны. Вы слышите? Она умерла. не скажи ты этой сраной говнюшке, чтобы она хоть что-нибудь по дому делала. И убрать здесь надо, мне этот беспорядок чёртов надоел. Быстрее давай! Субтитры создавал DimaTorzok Жизнь всегда такая трудная? Или только в детстве? Всегда. Ты опять можешь не отдавать платок. Я иду в магазин. Купить молока? Один пакет или два? Два, правильно? Два, пускай. Я не могу не без труда! Я не беспокоила. Два, не похожеative. Удачи вам. Но алый устремلة- Продолжение следует... 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 Вот чёрт. Не трогай это, пожалуйста. Леон, а ты чем зарабатываешь на жизнь? Я чистильщик. Ты что, наёмный убийца? Да. Прикольно. Ты кого-нибудь зачистил? Только не женщины, не детей. Такое правило. А сколько стоит убить кого-нибудь? Ну, вроде тех ублюдков, что убили моего брата. Пять штук за каждого. Ух ты. Может быть, тогда... Так я буду работать над тебя, а за это ты научишь меня чистить. Что скажешь? Я буду здесь убираться, буду в магазин ходить, стирать твою одежду даже. Договорились? Нет, не договорились. Тогда что ты хочешь, чтобы я делала? Мне некуда идти. У тебя был трудный день. Ложись спать. Завтра поговорим. Хорошо? Хорошо? Ты очень помог мне, Леон. А так бывает далеко не всегда. Понимаешь? Да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хорошо, после завтрака ты пойдёшь Куда? Это не моя проблема Прочти Ты не умеешь читать? Я учусь Но у меня в последнее время было много работы Что, немножечко позабросил? Что здесь написано? Я решила, что буду делать с моей жизнью Я буду чистильщиком Ты хочешь быть чистильщиком? На, возьми Это подарок на прощание Иди, зачищай Но без меня Я работаю один, понятно? Бенни и Клайд работали не в одиночку Дельма и Луиза работали не в одиночку Они были лучше всех Матильда Но почему ты это делаешь со мной? Я же был к тебе добр, правда? Даже о жизни тебя спас Ну, там, у двери Да И поэтому теперь ты за меня отвечаешь Если ты спас мою жизнь Значит, не просто так её спас, правда? Если ты сейчас меня выгонишь Это как будто ты дверь Вообще меня открывал Как будто ты позволил мне умереть там, на пороге Но ты открыл её Так что? Матильда Если ты мне не поможешь, я сегодня умру Я это чувствую Я не хочу сегодня умирать Матильда, ты ещё совсем маленькая девочка Не обижайся Но у тебя, наверное, не получится Прости 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 Ну как? Прости Прости Матильда Никогда больше так не делай А то я тебе башку сверну Поняла? Окей Я так не работаю Это непрофессионально Есть правила Окей Ты перестань всё время говорить «окей» Окей Хорошо Здравствуйте Вы собираетесь в отеле на этом играть? Мистер Я должна играть Потому что Следующий месяц у меня прослушивание в Джулиарской музыкальной школе Мне нужно репетировать Хорошо, хорошо Но только до десяти вечера Хорошо, я обещаю Ладно Я вам дам комнату в конце коридора, чтобы вы никому не мешали Заполните вот это Прошу Папа Можно я заполню? Я обожаю заполнять такие формы, ты же знаешь Спасибо, пап Вернусь через десять минут Четвёртый этаж Спасибо, мистер Вам повезло, что ваша дочь всем интересуется У меня вот сын Ему семнадцать лет Он весь день баклуши бьёт Я могу оставить здесь растение, пока всё остальное отношу наверх? Конечно Привет Я написала фамилию девочки из моего класса, от которой меня тошнит Будут неприятности, пускай ей достаётся Вот, закончила Сколько тебе лет? Восемнадцать Восемнадцать Хочешь посмотреть мои водительские права? Нет Просто выглядишь помоложе Спасибо Леон Я хочу, чтобы ты помог мне стать такой, как ты Я хочу быть сильной и умной, как ты Матильда Я знаю, я сейчас Ещё не сильная Но я же могу выучить, ну, хотя бы теорию Что скажешь? Просто теорию Мне это нужно, Леон Мне нужно время, чтобы собраться Да Мне нужно Выпить Не уходи, сейчас принесу Сорвуйте 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 Это годится только для начинающих Это для того, чтобы не потерять форму Да-да, конечно Всегда быть в форме Как я Я должен всегда знать, где что происходит Поэтому никогда отсюда не ухожу Только чтобы перейти с этого стола на тот столик Перемены до добра не доводят, Леон Ты же это знаешь Да Проверь Проверь, всё ли в порядке Я верю тебе Одно с другим никак не связано Помни, это Леон Я его запомню Винтовка Это первое оружие, которым ты учишься пользоваться Поскольку это помогает тебе быть далеко от клиента Чем ближе ты становишься к профессионализму Тем ближе ты подбираешься к клиенту Нож, например, это будет последнее, чему ты научишься Окей? Окей Позиция Итак, позиция Нет Нет Крыжку надо снимать с самой последней морей, чтобы не отражались лучи солнца Тебя замилует и всегда одевайся так Чтобы не быть ярче, чем пол Окей? Окей Окей Давай потренируемся Только так можно научиться Кого стрелять? Кого хочешь? Кого хочешь Я подойду к вам, дайте мне десять минут Ребята, я не хочу вас даже видеть Понятно? Надо, чтобы все выглядело естественно У меня женщины и дети, правильно? Правильно 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 Не своди с него глаз Не своди с него глаз Дашь и легче Пледи за его движениями Представь себе, что ты бежишь вместе с ним Повторяйся Повторяйся Почувствовать его следующее движение Сделай глубокий вдох Замри Давай Господи Все в порядке? Я в порядке Я цел Одним выстрелом Неплохо, да? Кто стрелял? Да смесь Мне дышать нечем А можно попробовать теперь настоящими пулями? Оттуда из стакал Собираемся и уходим Вот так Вот так Собираемся Которые Нет, спасибо. Не обсуждается. Субтитры создавал DimaTorzok Сократу... Сократу... Давай ее. Леон, мы все время работаем. Нам нужно отдохнуть. Давай сыграем в игру. В какую игру? Я знаю прекрасную игру. Это заставляет тебя думать и помогает развивать память. То, что нужно. Ну кто это? Не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Усы. Нет. Это... Джин Келли. Хорошо. Хорошо. Теперь твоя очередь. Хорошо, пилигрим. Клинд Иствуд? Не знаю, отдаюсь. Джон Уэйн. Как раз хотела сказать, клянусь, поразительно. Леон, просто гениально, просто гениально. Потрясающе. Ты любишь это растение, да? Да, это мой лучший друг. Всегда счастлив, не задает вопросов. Понимаешь, как я. Нет корней. Если ты действительно любишь его, посади его в парке, чтобы у него появились корни. Да. Если ты хочешь, чтобы я выросла, меня тоже надо поливать. Ты права. Нет. Нет. Нет! 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 Нет, нет! Они должны прыгать! Спрыгать со сковородки, чтобы были почти живыми. Много времени прошло, Леон. Давно не виделись. Я скучал. А ты пропустил несколько хороших заданий. Я тренировался. Тренировка – это хорошо. Только не преусердствуй. За тренировки так много не платят, как заработали он. Тони. Те деньги, что я заработал, которые ты хранишь для меня… Тебе нужны деньги. Нет, просто интересно. Я ведь давно работаю, и ты с моими деньгами ничего не делал. Я подумал, может быть, когда-нибудь… Они могут мне пригодиться. Ты познакомился с женщиной? Леон. С женщинами нужно быть осторожнее. Помнишь, как ты приехал в эту страну? Когда я принял тебя, нашел тебе работу, ты был еще совсем сосунком. И уже это был в полном дерьме из-за женщины. Не забывай этого, Леон. Я иногда так хочу это забыть. Ты знаешь, так вот, насчет моих денег, может быть, я могу дать немножко кому-нибудь. Ну, понимаешь. Помочь. Это твои деньги. Я держу их для тебя, как в банке. Только вот банк могут ограбить. Он может рухнуть, а старый добрый Тони рухнуть не может. К тому же с банком. Там нужно тонны всяких анкет заполнять. Все это дерьмо. А у Тони ничего не надо читать, ничего не надо писать. Все в голове. Правильно? Я теперь умею читать. Это хорошо, Леон. Хорошо. Твои деньги здесь. Понадобятся, ты только скажи. Вот что. Да нет, мне не нужно. Да нет, возьми, возьми. Повеселись, давай. Спасибо. Ладно. А теперь давай поговорим о делах. Не уходи. Сейчас я принесу бумаги. Маноло, стакан молока моему другу Леону. Слушай, Матильда, ты должна быть осторожной. Нельзя просто с кем угодно на улице заговаривать. Леон, да успокойся. Ну в чем дело, мать твою? Муж дала тебе, я решила покурить немножко. Кончаю все время ругаться. Так нельзя оговориться, Леон. Пожалуйста, постарайся говорить вежливо. Окей. Не бросай курить. Это убьет тебя. Окей. Держись от него подальше. У него вид, как у какого-то психа. Окей. Я буду через пять минут. Стой так, чтобы я тебя видел. Окей. Леон, по-моему, я в тебя влюбляюсь. У меня так в первый раз. Откуда ты знаешь, что это любовь, если раньше ты никогда не любила? Потому что чувствую. Где? В животе. Там все такое... теплое. У меня там всегда был как узел, а теперь его нет. Отильда, я рад, что у тебя больше не болит живот. Но я не думаю, что это что-то значит. Я опаздываю на работу, а я терпеть не могу, опаздывать на работу. оттенок. Веду, что он не хочет. Открыть не могу. Открыть не могу. Открыть не могу. Ну, как репетиции? Ну, как вы сегодня, мисс? Немножко надоело постоянно репетировать. Понимаю. Но никто не жаловался. А я струны тряпкой накрываю, чтобы не шуметь. А это очень умно. Не все же любят музыку. Я знаю. А чем занимается твой отец? Он композитор. Это замечательно. Только на самом деле он мне не отец. Он мой любовник. Пойду я пройдусь немножко. Ты что делаешь в субботу вечером? Может, поужинаем и… Эй, ты куда? К приятельнице, в квартиру 6J. Ладно, иди. Так что насчет субботы? Часов восемь. У тебя какие-нибудь планы есть? Ну, давай. КОНЕЦ 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 Мы знаем, что вы очень заняты, так что мы очень быстро, хорошо? Давайте шаг за шагом. Объясните нам ещё раз, что произошло. Он стоял здесь. Схватил пистолет. Бах! Мы его подстрелили. Где были дети? Понятия не ими. Они должны были быть в школе, разве нет? Но вы заявили, что вы зашли первым. Разве вы не видели детей? Дверь была сломана. Вы соблюдали процедуру? Я здесь своего человека потерял. Что вам ещё нужно, мать вашу? Сотрудничество. Я не могу утереть своё время, отвечая на ваши дурацкие вопросы. Хотите сотрудничество? Приходите в мой офис. Номер 4602. Дети, должны быть в школе. Это мой мяч. Отдай. Готовься, не машины. А ещё музыку включить, дай на красный свет ехать. Нет. Поезжай немедленно. Возьми сотню и заткнись, твою мать. Понял? Департамент юстиции, агентство по борьбе с наркотиками. Я не хочу с вами драться, но вы не оставляете выбора. Свою. Хочешь, я открою, да? Хорошо, я открою. Нравится? Красиво, правда? Мистер Макгаффин? Я могу с вами поговорить. Мистер Макгаффин? Мистер Макгаффин? Субтитры создавал DimaTorzok Держи. Это за контракт. 20 штук, правильно? Его зовут Норман Стэндфилд, номер 4602 Федерал Плаза 26, здание агентства по борьбе с наркотиками. Я отказываюсь. Почему? Слишком серьёзное дело. Да? Тогда можешь одолжить инструменты на день? Я свои инструменты никому не одолживаю. Но у тебя есть свой пистолет. Возьми. Только, пожалуйста, у меня к тебе просьба. Из окна больше не стреляй. Ладно? Почему ты такой злой со мной? Ты убиваешь людей, на которых тебе насрать. Но ты не хочешь убить тех негодяев, что убили мою семью. Батильда, вместе ничего хорошего нет, поверь мне. Лучше забыть. Забыть? Я видела тело моего брата, нарисованное на полу, мелом. И ты хочешь, чтобы я забыла? Я хочу убить этих подонков, размажать им головы. Когда ты кого-то убиваешь, жизнь становится совсем другой. Твоя жизнь меняется навсегда. Тебе придётся до конца своих дней спас с одним открытым глазом. Не плевать на сон. Мне нужна любовь или смерть. И всё. Любовь или смерть. Не лезь ко мне, Матильда. Мне надоели твои игры. Я устал. Это очень хорошая игра. Люди становятся лучше, начинают думать. Ты любишь такие игры. Если выиграю я, то ты оставишь меня при себе до конца своих дней. А если ты проиграешь? Будешь сам ходить в магазин. Как раньше. Ты проиграешь, Матильда. Я слышал, как остановился барабан. А тебе-то что? Ну, получу я пулевло. Тебе-то какая разница? Никакой. Я надеюсь, ты не лжёшь, Леон. Что в глубине тебя нет любви ко мне. Потому что если она там есть, хоть немножечко ты... ты всегда будешь жалеть, что не сказал мне об этом. Я люблю тебя, Леон. Я выиграла. Я ранен. Мне нужен помощник. Я знаю, она молода, но она быстро учится. Надо готовить молодёжь, правда? Да, я сам тебя этому научил. Но разве нет возрастных ограничений? Ей 18. Правда? Может быть, выпьем, Тони? Да, конечно. Манула, стакан молока Леону. Хорошая татуировка. Манула, два стакана. Это зачем? Нельзя позволить себе простудиться. Прежде всего, нужно выяснить, где цепочка. Её не видно, но можно почувствовать. Здесь. Я позвоню. Ты начинай говорить. А что говорить? Всё, что хочешь. Здравствуйте, это Сьюзан. Прости, девочка, ты, наверное, ошиблась. Я никакой Сьюзан не знаю. Отойди чуть-чуть. Я тебя не вижу совсем. А здесь света нет. Здесь так темно. Мистер, мне страшно. Хорошо, хорошо. Твою мать, ты что делаешь? Открою. Если Нола будет вне твоей пасти, я стреляю. Твою мать! Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, здесь можно. Отпусти. Я сказал, отпусти. Иди. Иди вон туда. Тише, тише, тише. Тише. Я могу. Давай, твоя очередь. Пожалуйста, только не бейте меня. Сэр. 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 Сэр, это не мои наркотики. Сэр, послушайте. Чуть левее, пожалуйста. Еще? Хорошо. Теперь контрольный. Второй выстрел должен быть выше, в груди. Цельсия в сердце и легкая. Сюда, понятно? Первый выстрел, ты его как бы выбиваешь. Вторым приканчиваешь. Вашу мать, вы что делаете? Никогда не стреляй в лицо. Если они не могут узнать клиента, они не заплатят. Потом доказывай что угодно и говори, что сделала работу. Понятно? Поняла. Никогда не стрелять в лицо. Хорошо. Можешь убрать инструменты. Да вы что делаете, мать вашу? Мистер! Вы что? Когда часто пользуешься глушителем, то нужно класть кусочек ткани, потому что он разогревается. Самое лучшее – это влажная темная ткань. Понятно? Ты что делаешь? Мы договорились не убивать женщин, не убивать детей. Ты думаешь, наркотики эти кого убьют? Наркоманов и мартышек? Вот теперь все чисто. Пошли отсюда. Ты же говорил, что мы не имеем права пить. Я знаю. Мы сделаем исключение для твоего первого клиента. Но если мы сделаем исключение для хорошо выполненного задания, тогда может быть как насчет поцелуя? Нет. Да. Что ты делаешь? Я тебя сейчас поцелую. Пожалуйста, перестань. Мадзин, поцелуй. Перестань. Она нас смотрит. Паста, садись. Приятного аппетита. Ты мне не веришь, да? Ты про что? Когда я говорю, что люблю тебя. Матильда, пожалуйста, прекрати. Давай поговорим о чем-нибудь другом, хорошо? Хорошо, прости. Сколько тебе было лет, когда ты выполнил первое задание? 19. Я тебя опередила. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Что ты делаешь? Я не могу позволить себе простудиться. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь нет звонка. Выстучи. Да? Здрасте. Мне нужна квартира мистера Рубина. Здесь темно в коридоре, я ничего не вижу. Сейчас, секунду. Еще хочешь? Ну, иди сюда. Покажи свою морду. Мать твою. Когда все происходит так отвратительно, нужно действовать быстро. Иначе придется целый день это дерьмо услышать. Ну, иди сюда, педик. Покажи свою рожу. Этот фокус с жвачкой. Эй! А фокус с кольцом, знаешь? С кольцом? Ну, давай. Давай, расскажи, камнюк. Я жду. Вот фокус с кольцом. Марио, иди обратно в парикмахерскую. Потом закончим. Леон, ну, как дела? Уже закончил? Нет. Свиньи лучше, чем люди. Да. Я же говорил тебе. Какие-то проблемы? Нет. Возьми стул. Садись. Садись. Я вот подумал, если вдруг что-нибудь случится со мной когда-нибудь. Леон, да с тобой ничего не случится. Ты не потопляем. От тебя пули отскакивают. Тони, я подумал вот насчет моих денег. Помнишь девушку, которая приходила недавно? Да. Ее зовут Матильда. Если что-нибудь со мной случится, я бы хотел, чтобы ты отдал ей мои деньги. Можешь на меня рассчитывать, Леон? Спасибо, Тони. Я скоро вернусь. Я что-то не то сделала? Нет. На этот раз все слишком сложно. Да. Мне только объедки достаются, так что ли? Матильда, с тех пор, как я с тобой познакомился, все изменилось. Мне иногда нужно побыть одному. А тебе нужно немножечко повзрослеть. Я уже повзрослела, Леон. Теперь старею. А у меня все наоборот. Я уже достаточно стар. И мне нужно время повзрослеть. Черт. КОНЕЦ 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 Ну давай, кидай. Хороший бросок. Ты новенькая, да? С пятого этажа? Ты знаешь, здесь нельзя просто так сидеть. Правда? Почему? Бесплатного ничего не бывает. Это как счетчик на парковке. Остановилась в плоти. Таков закон. Только по телевизору. Что ты сказала? Ладно, сколько у вас здесь стоит? Десять долларов в месяц. Сдача есть? Ладно, скажем так, я платила себе весь год. Договорились? Хорошо, весь год. Я заплатила, обязательно теперь стоять за моей спиной? Нет. Тогда пойдите поиграйте в другое место. Мне подумать нужно. что делали? Я заплатила. Это неatorразия alter. Акзер неANT , Поехали. Куда? Специальная доставка. Офис 4602. Спешись. Ладно, девочки, желаю приятно провести уикенд. Я пойду в туалет. Мужской туалет. Я хочу спросить. Мужской туалет. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Матильда... 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 Поставь этот пакет на пол... Хорошо... А теперь... Расскажешь все, что ты знаешь про итальянскую кухню... И не забудь имя шеф-повара, который все это послал для меня... Меня никто не присылал... Я работаю сама... Так это что-то личное, да? Ведь правда? Какую еще мерзкую штуку... Я мог... Не творить... Ты убил моего брата... Мне жаль... И ты хочешь присоединиться к нему? Нет... Вот так всегда... Вот когда начинаешь по-настоящему боряться смерти... Только тогда ты можешь научиться ценить жизнь... Ты любишь жизнь, милочка? Да... Да... Это хорошо... Потому что... Я не получу никакого удовольствия... Если я отниму жизнь... У кого-то, кто ее не ценит... Стэн! 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 Я тебя повсюду ищу... Я был наверху, потом... Что? Я занят... Это Малки, он мертв... Малки покупал товар для нас, китайцев... Но они здесь ни при чем... Они сказали, что какой-то чужой вошел... Профессионал... Действовал быстро... Появился из ниоткуда... Вложил китайца в два счета... Тише... Парень, тише... Я из полиции... Потом повернулся и сказал... Малки... Не женщин... Детей... По-моему, это какая-то личная месть... Смерть сегодня... Капризная... Профессионал... Капризная... Малки... Та... Вылайн... Хoder... Малки... Плэд... Малки... 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 Ты слышишь меня? Да, слышу, Стэнн, слышу. Только это спокойнее, слушай, а? Отведи её ко мне в кабинет. Хорошо, да. Боже, всемогущий. Блин. Леон, любовь моя. Я знаю, где найти тех, кто убил моего брата. Его главаря зовут Норман Стэнсвилд, бюро по борьбе с наркотиками, офис 4602. Я сама их убью. Если что-то будет не так, я оставила 20 штук на столе. Это плата за контракт. 5 штук за каждого, правильно? Я знаю, мне будет лучше, когда я это сделаю. Я люблю тебя. Матильда. Подожди, я недолго. Слушай, я не могу здесь взять. Это же федеральное здание. Я босс, ты нет. Да, он сделает то, что... 9 миллиметров. Патроны. И ещё 9 миллиметров. Зачем тебе все эти пистолеты, а? Она собиралась, наверное, расстрелять со здания. Ну дерьмо. Только взгляни. Пицца. Осторожней, Бладд. Может быть отравлено. Здесь нет анчёвов. Здесь нет анчёвов. Это у вас называется недолго. Я уже здесь 10 минут торчу. Старался как мог. Поехали. Как только... Поехали. Я так что-то чувствую. Кажется. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебе нравится? Да. Скажи. Мне нравится. Не хочешь пить? Ты знаешь, для девушки очень важен первый раз. Это на себя определяет ее сексуальность. Я прочла это в одном из журналов моей сестры. Мои подруги рассказывали, что им первый раз очень не понравилось. Это потому, что они не любили своих парней по-настоящему. Так, только для понтов. А потом они занимались этим, как будто курили сигареты. Мне понравилось это на первый раз. Матильда, нет. Почему? Я просто не могу. Ты любишь кого-то другого? Нет. Но у меня была одна девушка много лет назад. Еще до того, как я приехал в Штаты. И отец не хотел, чтобы мы виделись. Она была из очень уваженной семьи. А моя семья была, ну, лета хороша. Ее отец каждый раз приходил в бешенство, когда она сбегала ко мне. Она хотя бы знала, на что шла? Да. Вот видишь ли, он ничто не остановит любовь. Он убил ее. Одним выстрелом в голову. Его придержали в тюрьме два дня, а потом отпустили. Сказали, что это был несчастный случай. И однажды ночью я дождался его. Со 150 метров через прицел. И с ним тоже произошел несчастный случай. В ту же ночь я сел на корабль и приплыл сюда. Здесь мой отец работал на Тоне. Мне было 19 лет. С тех пор я никогда не уезжал из города. И у меня не было другой девушки. Понимаешь, Матильда, я был бы не очень хорошим любовником. Окей. Ты можешь тогда оказать мне услугу? Какую? Мне надоело, что ты спишь в кресле. Будешь тоже спать в постели. По-моему, это не очень хорошая мысль. Все в порядке. Ложи ноги на кровать. Вот так. Окисти голову. Расслабься. Спокойной ночи, Леон. Спокойной ночи. Мне кусок торта. Мне сначала. Манула, отведи детей на кухню. Я очень уважаю твой бизнес, Тони. Когда ты убивал для нас в прошлом, мы всегда были довольны. Ведь правда? Вот почему сегодня мне очень трудно с тобой разговаривать. Я надеюсь, ты простишь мне моё настроение. Малки, моя правая рука умер здесь, на твоей территории. А китайцы сказали мне, что убийца был похож скорее на какого-то итальянца. И мы решили, что Тони, наверное, что-то знает. Секундочку, это ещё не всё. Тебе это понравится. Несколько часов спустя маленькая 12-летняя девочка приходит ко мне в кабинет, воужённая до зубов, намеренная точно отправить меня в морг. И ты знаешь, кто потом пришёл ко мне в здание и забрал её? Тот же самый итальянский убийца. Я, умирая от желания, познакомиться с ним. Расслабься. Всё в порядке. Хорошо спал? Я никогда не сплю. У меня всегда один глаз открыт. Да, я забыла. Никогда не видела, чтобы человек с одним открытым глазом так храпел. Я храпел. Как ребёнок. Я пойду принесу молока на завтрак. Не забудь, кот. Два удара, потом один, потом ещё два, верно? Да. Я пойду возьму молоко, а вы пока мне это посчитайте. От ныне не звук, отвечай на вопросы, да или нет. Кивнёшь или покачаешь головой, понятно. Он один? Он ждёт тебя? У него есть ключи от квартиры? Есть ли какой-нибудь код? Специальный столк, чтобы он знал, что это ты? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Школа имени Спенсеров Мои родители погибли в автомобильной катастрофе четыре недели назад. Добро пожаловать в Казахстан! Это было ужасно. Ты знаешь, у нас не было времени познакомиться поближе в первый раз. Но хочу тебе сказать, что я не из тех женщин, которые позволят пропасть ребенку, какой бы ни была ситуация или проблема. Так что я тебе помогу, я все сделаю, чтобы принять тебя снова. Добро пожаловать в Казахстан! Я не могу дать условия, прекратил гать мне. Погу бы рискнуть и довериться. Что произошло на самом деле? Хорошо. Моих родителей дали стреляли агенты службы по борьбе с наркотиками. Я убежала. С одним классным парнем. Он наемный убийца, самый лучший в городе. Но он умер сегодня утром. Если вы мне не поможете, то я умру сегодня вечером. Кто-нибудь знает ее? Нет. Я ее никогда не видела. Я думаю, здесь у нас все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok